которые мы впитываем с молоком матери, или где-то на подсознании у нас сидит очень красивый ход. Часто мы можем слышать «на-на-на-на-на-на-на-на-на-на», прозвучала такая хаваногилищина лёгенькая. И душа заводится, мы начинаем прислушиваться, что-то где-то в глубине щёлкает, и мы понимаем, да, это что-то наше, это что-то своё. Но столкнувшись в своё время с музыкой разных стран, я для себя сделал огромное открытие. Мы очень разные. И сегодня у вас будет возможность и у меня вместе с вами снова пройтись по всем странам. Музыка, которую мы знаем, насчитывает лет 400, собственно, с того момента, когда были придуманы ноты, и что-то было записано. К сожалению, музыку наших предков мы не можем воспроизвести. Есть только древние записи, которые мы можем догадываться, как звучала одна или та или иная мелодия. И вот сегодня, пожалуй, начнём ближе к нашей далёкой родине, земля обетованная. Я хочу сейчас начать с очень интересной мелодии. Красивая песнь, древний пиют, дрор икра, провозгласите свободу. Мелодия, которая пришла к нам из Йемена. Это арабская страна, арабская культура. Музыка очень специфическая. И слушаем. Музыка. 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 Очень непривычный ход. Очень непривычный ритм. Мы привыкли... Европейская культура подразумевает чёткий размер. Раз-два, раз-два-три, раз-два-три-четыре. Здесь иногда очень меняется количество долей в такте. И этим еминская музыка и отличается. Это древний пиют. А сейчас хочу предоставить очень интересную мелодию. Это уже современная, но еминская мелодия. Её, как правило, поют перед Авдала. Перед окончанием прощания с субботой. Ла нер вели в самим. За свечу и за благовоние. Дайте мне, пожалуйста, кубок вина. И мы простимся с субботой. Ла нер вели в самим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже немножечко другой размер, интересная музыка, и в музыке восточных евреев присутствуют мелизмы, опевания, которые немножечко непривычны для еврейского уха. Я когда учился в Израиле, профессор Шляфер говорил, вы должны посещать разные синагоги, чтобы увидеть. И вот однажды я пришел в синагогу еминских евреев и был очень удивлен. Мы привыкли, наши уши испорчены Бахом Бетхобеном, мы слышим тон, полтона. Восточные евреи слышат и могут воспроизводить четверть и восьмую тон. Это специфическая музыка Востока, и она, это тоже наша культура. Ну что ж, поднимемся немножечко вверх и попадем в прародину нашего праотца Авраама Авину, Багдад, Иран, Ирак, Багдадская синагога. Эта мелодия пришла к нам из 19 века. Если ты сохранишь субботу, то и суббота сохранит тебя. И это будет нашим договором, сказал Всевышний. Хи ешмера ашаббат. Хи ешмера ашаббат, эль-лишмера ди. 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 Тоже арабская страна, но уже мелодика другая изменяется. Несколько, пару сотен километров, а уже совсем другая культура. Ну что ж, пройдемся немножечко по Северной Африке. Во время наших исходов с земли мы потихонечку брели в сторону Европы. И в частности в Марокко образовалась очень большая община. Есть такая ветвь, марокканские евреи. Очень интересные сами по себе. Было две волны, вернее несколько волн было, но куда мы приходили, мы впитывали музыкальную культуру. И вот Марокко на этот счет очень уникальная страна в музыкальном плане. Тут соединились арабские, арабская мелодика и волна, когда мы уходили из Испании, вернее, наши братья Сефарды, принесли с собой ритмы испанские. И вот этот микс арабской мелодики и испанской ритмики сделал очень интересную музыкальную культуру. Вот, например, разные споры, я читал разные варианты. 150-й псалом, последний псалом из цикла псалмов. Некоторые утверждают, что это йеменская мелодия, некоторые говорят, что марокканская. Я все-таки склоняюсь к тому, что это марокканская. Я надеюсь, специалисты меня поправят. Ну, на ваше усмотрение. Музыка марокканских евреев. Музыка марокканская. Здесь уже ритмика арабской депки, марокканская депка. Красивый, очень интересный танец, довольно воинственный, ритмичный, с хорошими движениями красивыми. И музыка нам помогает воспринять сам танец. В частности, псалом оказывается очень интересная и стихи, и музыка для танцев. Ну что ж, немножечко проскочим вперед. Период возвращения из Испании, вернее, когда мы убегали из Испании. Очень красиво то, что я говорил, соединение ритмов испанских и музыки марокканских евреев. Это очень известный пиют Адона Слихот, владыка всепрощающий. Этот пиют исполняется в Рожешанай, Йом-Кипур. Написан в форме акростиха. Адона Слихот 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 Атану лепанеха рахем алейну. Эль нора лила, эль нора лила, Амцелана. Эль нора лила, Вищата. Эль нора лила. Мали, аз харьирует. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая красивая, душевная, марокканская музыка. Ну что ж, идем дальше, вернее, идем по Северной Африке и попадаем в красивую страну Тунис. На острове Джерба существовала очень большая еврейская община. И музыка тунисских евреев очень специфическая, очень интересная. Представьте себе караванщика, еврея, который ведет корабли в пустыне, везет товары и напевает известный пиют «Адон Олям». Песок, жара, караванщик устал. Песок, жара, караванщик устал. Песок, жара, караванщик устал. Адон Олям очень уникальный пиют. Мы в свое время в школе учили стихотворные размеры. Ям, хорей, анапест, дактиль. Так вот, здесь очень интересная ритмика в «Адон Олям». И этот пиют ложится на очень интересной мелодии. Я иногда в Москве со своим ёрным характером, иногда шучу во время службы. Когда приходит месяц май, в нашей синагоге «Адон Олям» исполняется «Вспоминаем». «Адон Олям» исполняется «Вспоминаем». Субтитры подогнали Симон. 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 Д Hunt. Субтитры подогнали Симон. Старики говорят. Вы предатели. Уходите. Молодежь говорит. Мы хотим быть современными людьми. Но при этом сохранить всю веру. Появляются великие композиторы, кантеры. Бэймель, Зульцель, Левандовский, Оффенбах. И эти ребята получают хорошее консерваторское образование. Естественно, мы живем в Германии. Мы слышим эту музыку. И наши ребятки начинают писать. создавать литургию. И вот тут сефарды отходят на второй план и выходят ашкеназы. Евреи и ашкеназы создали классическую литургию. Та музыка, которая звучит в синагогах. И это были те первые шаги, которые сделали реформисты. Мошен Мендельсон, дедушка товарища Мендельсона, под которым мы в ЗАГС ходили, сделал на тот момент большую реформу. Он Тору перевел на немецкий язык, потому что на иврите, к сожалению, кроме раввинов, никто не разговаривал. Мы слышим музыку, мы строим свои синагоги, мы пишем музыку, литургию в классическом варианте. И вот мы создаем систему лейтмотивов. По музыке, европейской, ашкеназской, можно определить, это будни или это шаббат, или это праздник. Один из таких примеров, когда я рассказываю, например, уснул, я проснулся, не понимаю, какой день недели. Я иду в синагогу и вдруг слышу во время молитвы. Я понимаю, это будни. И вдруг я захожу и слышу, А вот это уже шаббат. И тут я вижу людей в белых одеждах и слышу. Мой любимый праздник Ханука. Я родился в Хануку. Красивый гимн, который мы всегда поем во время зажигания свечей. Маус Цур. Ты оплот моего спасения. Обратите по гармонии, каждый звук гармонизируется и слышно. Красивый, классический, ну, харал, наверное. Красивый, классический, ну, харал, наверное. Гимн праздника Ханука. В оригинале это две народные немецкие мелодии, которые мы аккуратно использовали для наших религиозных нужд. Германия. Красивая плеяда композиторов. Товарищ Оффенбах. Очень люблю. Я во время службы Рожешана Йом-Кипур, во время окончания Олейну, пою этот гимн. Врата поднимите стропила ваши. Выше, выше. Врата вечные. Дабы вошел царь славы. Товарищ Наумбург. Он работал и в Германии, и во Франции. Очень интересный композитор и кантор. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот и немецкая опера. Очень интересно произошел, интересный расход. Мы начинаем, реформисты, так называют, как тогда назвали, мы, собственно, себя так назвали. Мы начинаем создавать новые синагоги, новую музыкальную культуру. Молодежь возвращается в синагоги. А те, которые остались там, сказали, мы ничего менять не собираемся. Почему-то мы их начали называть, ой, тоже мне правильно верные. Правильно верные переводится как Ортодоксус, Ортодоксус. И вот тут произошел такой расход в иудаизме европейском. Появляются реформисты, Ортодоксы. И на территории окраина Российской империи, Польша, Украина, часть Белоруссии, появляются товарищи, которые выступали против раввинизма. Они выступали за цадикизм, то бишь наши друзья хасиды. Тяжело жилось. Народ был необразован, беден, нищ. И эти ребятки в свое время сделали хорошее дело. Они успокаивали, успокаивали людей. Они понимали, что очень сложно выучить вот такой текст из Талмуда, либо молитву какую-то. И они говорят, ребятки, хотя бы одну строчечку, хотя бы одно слово не можешь прочесть. Мурлыч. Но дыши, живи, потому что жизнь самое важное, что есть у нас. И мелодии, которые мне очень близки, я родом из Украины, и часто исполняю с огромным удовольствием. Моя любимая мелодия, одна строчечка из псалма, «Тебя буду славить, тебя буду превозносить». Слава Богу, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один из любимых отрывков строчки из псалма «Голос радости и веселья должен звучать в наших шатрах» Судя по ритмику и по мелодике, это украинская Коломейка Есть такой регион Коломейя, и там такие Цыганщина такая легенькая Песни еврейских конокрадов, Господи меня прости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, еще одна очень душевная мелодия Ее бабушка пела Я, к сожалению, не говорю о Фидыш Но некоторые слова помню В основном это были ругательства, потому что Когда я что-то там нашкодил или разбивал Бабушка давала под затыльник И я слышал слова, которые, наверное, произносить сейчас тут не нужно Но моя любимая колыбельная На печке горит огонек И старенький рэбе учат деток Алиф Бейс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красивая притча 23-й Псалом, 4-й стих Ибо когда пойду дорогой смертной тени Не убоюсь зла Ибо ты со мной Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одна из моих очень любимых мелодий Кажется, автор Шлому Карли Бах, поющий Равин Захронули врага Ну, не стоит грустить Жизнь прекрасна Помните, была передача «Угадай мелодию» Я угадаю эту мелодию И столько нот Ну вот один из примеров Я, к сожалению, не услышу ваши ответы Ну, например Девять нот достаточно для того, чтобы угадать мелодию? Наверное, да Пробуйте для себя сделать Итак, я напеваю мелодию А вы угадывайте Что же это за песня? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Еще пять секунд Мы поедем, мы помчимся на... Даже не на оленях, утром раннем. Сегодня мы немножко переформатируем эту игру. Сейчас мы будем угадывать страну. Страна происхождения. Пьют гимн субботний Лехадоди. Я не услышу ответы, просто для себя. Ну, давайте попробуем. Первая мелодия. Страна. Ну, наверное, Украина. Что-то на гопак очень похоже. Ну, не гопак, а полька на два боки. Ладно, следующая мелодия. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, это все-таки Алжир. Или где-то какая-то страна из Северной Африки. Ну, моя любимая мелодия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, маму, шикидым-шикидым. Турция. Ну, и ближе туда. Не, не ближе, и не туда. Угадывайте. Субтитры создавал DimaTorzok На мой взгляд, очень испанским героем. Подходит. У меня есть один знакомый. Я не буду называть его фамилию, потому что вы сразу узнаете, из какой еврейской семьи он. Как-то мы с ним встретились, и он говорит, вы какое лыха дуги поете. Ну, я напел то, что мне близко. Родом с Украины. Он говорит, какая-то странная еврейская мелодия у вас. Что-то она не очень похожа на еврейскую. А у нас вот по-настоящему поют. Вот это настоящая еврейская мелодия. Ой, Господи, прости уши испорчены Бахом Бетховеном. Попробую исполнить. Бахом Бетховеном. Бахом Бетховеном. Это моя любимая бухара. Ну, а это вы сами узнаете. Бухара. Ну, такие мы забавные. Мы с вами пробежали по Галопам, по Европам. Очень интересная музыка. Это огромный пласт. Когда начинаешь ковырять, рыть, особенно сейчас, спасибо интернету, удивляешься, насколько богата наша музыкальная культура. Где бы мы ни были, мы приходили в эти страны, мы впитывали музыкальную культуру, мы писали свои тексты, мы накладывали мелодии, мы учили языки. Наверное, лучший специалистов в языках стран, один из примеров моя мама, единственная еврейка на всю музыкальную школу, которая в совершенстве владеет государственным языком, украинским. Мой родной язык. Ну, напоследок, хочу сделать маленький подарок. Когда-то я учился с одним пареньком, который курировал очень интересную общину. Сто лет назад, можно чуть поболее, в стране Уганда племя Абаюдая приняло евдеизм. Мальчики стали Авраамы из Хак и Яковы, девочки Сары Ревки Рахилелеи. Они писали мелодии, на которых они выросли. Они писали тексты на языке Луганду. И очень интересный микс получился. Ребятки из племени Абаюдая. Евреи уж там, четвертом, пятом поколении. Мелодия из этой общины «Ам, Исраэль, Хай». Я всем нам желаю долгих лет. «Ам, Исраэль, Хай». Пускай Израиль цветет и процветает, потому что это наша далекая, далекая, но очень близкая и любимая родина. Ам, 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 Исраэль, Хай. Ам, 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 Исраэль, Хай. Ам, 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 Исраэль, Хай. Ам, 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 Исраэль, Хай. Ам, 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 Исраэль, Хай. Ам, 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 Исраэль, Хай. а Звучит музыка. Ам, 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 Исраэль Хай. Ам, Исраэль Хай. Спасибо, друзья, за внимание. Я был рад увидеть вас. Мне приятно, что нас разделяют тысячи километров, но спасибо интернету, мы можем быть все вместе. Дима, спасибо большое. Это был замечательный путешествие, который мы с вами взяли вместе. И все, ребята, спасибо, что присоединились. Пожалуйста, скажите, Дмитрий, большое спасибо. Может быть, вы сможете когда-нибудь к нам приехать и дать живой концерт. Дай Бог, все в наших руках. Я бы хотела сказать, конечно бы, одно, одна вещь. Это пандемия, конечно, это ужасная вещь. И из-за этого мы, конечно, не можем друг к другу приехать. Но посмотрите, мы здесь с вами находимся с разных уголков нашей большой земли, земного шара. Дима находится в Москве. Там сейчас 4 часа ночи, 4 часа утра уже, наверное. Поэтому спасибо, Дима, что ты с нами в это время. Роман находится в Нью-Йорке. Я нахожусь в Калифорнии. Многие из вас находятся в Нью-Джерси. Да, Роман, находишься в Нью-Джерси. Многие из вас находятся в разных уголках. Это просто замечательно, что мы можем все вместе объединиться. Я знаю, что нас еще на Фейсбуке смотрят вживую. Я уверена, что вы все получили огромное удовольствие. Я хотела бы сказать, что у нас есть большая просьба. У Дмитрия есть большая просьба. Он пытается собрать деньги на его проект. Сон лидерство. Это вообще, он сказал, международный проект. Но это будет, наверное, в Москве начинаться. И еврейское сон лидерство. И нужны деньги на оборудование, на ноты. У вас есть, мы поставили тут PayPal. Человек, который любезно согласился переслать все эти деньги, перевести Дмитрию на счет этого проекта в Москву. Поэтому, если есть такая возможность и желание, если вам понравился сегодняшний концерт, мне очень понравился, переведите, пожалуйста, поддержите кантора Дмитрия Карпенко. Он будет вам очень благодарен. Мы хотим сказать вам, Дима, очень благодаря вам, и, пожалуйста, поддержите Дмитрий's проект в Москве. There is a PayPal here. Please, whatever you can, would be really wonderful. All the proceeds, all the money will go to his project for Jewish song leaders. Вау, спасибо. При всех ужасных вещах, которые принес нам этот вирус, что-то хорошее все-таки получилось, да? Мы вместе. We shall overcome. We shall overcome. And, Dene, thank you very much for tonight. Oh, thank you. It's Diana from New Jersey. It's a good thing you had it tonight. We had no electricity from Tuesday until yesterday. And we had no, we had no telephone.